Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Еще лет 10 назад здесь навряд ли кто-то мог подумать, что здесь будет так много серферов Порядка 30 или 35 человек и более на лайнапе Девушки отдыхают 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 «Ребята, вы что-то, походу, попутали страну, там, не знаю, на Гавайях, говорят, неплохо, может, туда съездите». Мы попытались покататься на серфе, за полчаса нас размотало, наверное, мы замерзли, вышли, ну, были счастливые, ну, все было классно. С этого момента мы, конечно, не сказать, что мы начали кататься. Выглядело это, как иногда приезжают три чувака, которые идут пытаться поймать волну. Это был весь серфинг в ближайшие несколько лет. Они постоянно рассказывали о том, что они, когда ездили кататься, то менялись, просто заходили в воду по очереди, потому что досок было недостаточно. И вот я в 2014 году привез им еще одну доску с Бали. Он припер нам эту доску с Бали. Она, естественно, подходила больше под геонические волны, привез, что смог. Очень круто я помню, как я им эту доску передавал, и они пригласили на первый прогноз. Женек, завтра хорошие волны будут, поедем, покатаемся с нами. Я помню этот момент, мы идем по Зеленоградскому, мы уходим на пляж и видим волны. И ребята такие прям по сути, вау, волны, какие черту волны. И я даже залез, ну, коль скоро я пришел, залез вместе с ними и на самом деле даже покатался. Мне понравилось. Хотя визуально, конечно, с внешней стороны это выглядело так, что, ну, это вообще невозможно кататься. Но это какая-то была месива, каша и, в общем, непонятная субстанция. Субтитры сделал DimaTorzok Преломный момент был это, когда в 2014 году здесь провели первые соревнования по серфингу. Еще на тот момент у нас не было никакого опыта в течение прогнозов, и мы не понимали, на чем кататься, где кататься. Максимум за пару дней до предполагаемого старта, можем сказать, будут ли волны или не будут. Первое наше соревнование, это был тот момент, когда мы застолбили Калининград вот на карте российского серфинга. Калининград вот на свет Legшего Frederickа. Было так. Поехали. Калининград вот на карте российского сервера. Местные жители, они уже не удивляются наличию серферов на волнах. Они знают, кто это такие, ты идешь по променаду, слышишь где-то фоном разговор, о, вот серферы идут. Если раньше тренд был такой, что за серфингом люди уезжали за рубеж, то в какой-то момент времени люди поняли, что можно кататься и в России, в данном случае в Калининграде. Люди в этом видят свой кайф кататься у себя дома. Это были просто такие энтузиасты, которые слышали, может быть думали, может быть мечтали, может быть таки не верили даже в то, что серфинг в Калининграде возможен, но вот они приходили все равно. Я в 2013 году первый раз попробовал серфинг. Навряд ли я помню что-то, как проходил этот урок, я помню, что мы как-то бегали, разминались. Он был чуть ли не один из первых моих учеников. Вот здесь и вот здесь я учился. В какой-то момент времени он проявил интерес к серфингу. Для его желания хотел попробовать стать инструктором по серфингу. И вот сейчас без него школа бы функционировала гораздо хуже, чем с ним. Чему я, собственно, очень рад. Играет музыка. Играет музыка. Школа появилась, как у нас красиво говорят, не благодаря, а вопреки. Это была супер такая новаторская идея. И, честно говоря, я сам не особо верил в то, что это возможно, но вот решил попробовать. Если начинали мы с того, что занимались у нас в основном взрослые и привлечь детишек было достаточно сложно, то сейчас все больше взрослых приходится либо со своими детьми кататься, либо приводят своих детишек, чтобы они покатались. Меня зовут Максим Багасарян, мне 11 лет. В начале лета я нашел Женю Исакова и мы с ним сошел. Играет музыка. Играет музыка. У нас уже сейчас в Калининграде есть отдельная группа ребят, которые катаются на регулярной основе, то есть прям такое серф-сообщество. Второе – это ребята, которые слышали о том, что серф в Калининграде возможен или в России возможен. И вот оказались в Калининграде, думают, дай-ка попробуем. Появилась отдельная категория ребят, которые приезжают в Калининград специально ради серфинга. Калининград. Продолжение следует... Мы находимся сейчас на месте, которое называется Jack Spot. К нему у меня особенная любовь есть, потому что я не стесняюсь этого сказать, что я его впервые открыл. Я всегда предполагал, что здесь могут быть большие, здесь могут быть хорошие волны в тот момент, когда дует очень сильный ветер, как раз мысль будет прикрывать. Практика показала, что это, наверное, одно из самых лучших мест для серфинга у нас в Калининградской области, но оно работает, как мы называем, когда очень сильная шторма приходит. Тогда здесь появляются волны, на которых можно кайфовать даже не меньше, чем где-нибудь на океане. Продолжение следует... Я вот серфинг посвящаю 100% своего времени в том или ином виде. Для меня это очень негативный момент. Мне приходит очень много идей в голову. Могу погрузиться сам в себя. Находишься в каком-то моменте, ты весь в волнах, в воде. Ты просто ценишь вот эту красоту с воды по-другому. Одно дело, ты ходишь по морскому побережью, да, ты смотришь, да, что красиво стихия. Но когда ты там, это по другим углом, по другим ракурсам. Ты едешь, ты не понимаешь, что происходит. Ты просто едешь по волне. Тебя ничего не беспокоит. Серфинг это для меня на данный момент все. Любой человек, как бы он ни катался, какие бы у него длинные проезды не были или короткие, даже если он просто там на животе барахтается и ловит там какие-то волнишки, маленький-маленький, я могу сказать, что это серфинг. Серфер это тот, кто катается ради того, чтобы кататься. И серфером может стать любой. Каждый сам для себя определяет. Даже если ты попробовал один раз, загорелся, и тебе этот вид спорта, это увлечение интересен, то я вот не вижу причин отказывать людям в том, чтобы они могли называть себя серферами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok